В Уткинске роддом это полторы тысячи малышей в год, а в 2013 врачи планируют закрыть еще и с плюсом в сотню, может и больше. После такого капремонта в Уткинск уверены кушеры, женщины поедут рожать из соседних населенных пунктов. Для нас очень важно, что сделана замена вентиляции, виточно-вытяжной, это практически сердце роддома, потому что и поддерживать температуру в операционных, в родовых залах, в детском отделении, это очень важно для выхаживания новорожденных и для наших родильниц. В хорошем ремонте корпус нуждался давно, за 40 лет. Ни разу здесь не делали капремонта. Стены уже не держали плиткую краску и старый храм сквозило. Малышей приходилось укутывать в теплое одеяло. Вспоминает свои первые роды Елена Кайшева. Сегодня и дважды маме есть с чем сравнивать. Хорошо, как бы это отремонтировали все. Душевые, хорошие. Да, тепло. Радует, что на пластиковых окнах москитные сетки, что не излетают ни комары, ни мухи. Доброе утро, девушки. Доброе утро, мамы. Это вы, наверное, первенцы? Да. Взглянуть на обновленные палаты приехал и Александр Волков. Президенту ветерана роддома с детским восторгом рассказывали, что самое главное здесь, наконец, появилось целое отделение детской реанимации. Индивидуальные палаты, специальные инкубаторы, аппараты искусственной вентиляции легких. Теперь есть все, чтобы выхаживать недоношенных малышей. Часто размером всего с ладони. Самый хороший лозунг, который существует в жизни. Все лучше детям. Вот что мы сделали даже в городе Воткинске за последние десяток лет. Для детей. Женская консультация, которую мы открыли, сделали. Отремонтировали капитально детскую больницу, детскую поликлинику. Сегодня роддом. В этом году к перечисленным объектам мы вводим новый детский сад, который будет посещать 240 детей. За первый месяц после переезда в обновленном роддоме на свет появилось уже больше полусотни малышей.